Сегодня у нас два форума. Второй Евразийский форум партнерства и шестой межрегиональный орган Российский форум. Та повестка дня, которую обозначил Сегран Сойнич Евразийского форума, чрезмерно важная и актуальная. Я думаю, что все страны мира сегодня стоят перед решением этой проблемы, потому что без решения этой проблемы нету продвижения вперед. Я очень рад, что коллеги Евразийского форума, Евразийского союза могут эту тему обсудить. Но как пример министра Армении хочу, конечно, обратить также внимание наших коллег на те возможности, которые сегодня в Армении есть. И я думаю, что на этой площадке можно будет обсуждать эти проблемы, вызовы, а также перспективы. Армения, являясь членом Евразийского союза, сегодня может быть хорошей площадкой для наших друзей и может рассматриваться не только как сугубо внутренний армянский рынок, а как и площадка для развития своих отношений с нашей соседней страной Ираном. Мы буквально в ближайшее время завершаем работы по организации свободной экономической зоны на границе с Ираном и договариваемся с иранской стороной о специальном режиме работы на границе. Армения имеет сегодня преференционные режимы GSP+, и GSP для работы с евространами, с европейскими странами и Соединёнными Штатами Америки. Поэтому я думаю, что было бы правильно сегодня при возможности обсудить также эти перспективы для участия наших стран в этих работах. Что касается 6-го межрегионального армяно-российского форума, то я хочу зафиксировать, что на всех межправительственных уровнях наших отношений между нашими странами мы фиксируем высокий уровень экономического сотрудничества, но в то же время обозначаем, что потенциал ещё не до конца использован. Более того, потенциал намного больше, чем сегодня это есть. И межрегиональная горизонтальная форма общения, я думаю, что может являться уверен, что является важной составляющей, тем более, что мы в последнее время в правительстве Армении очень сильно обозначили экономическую составляющую отчётности наших руководителей области. Мы наблюдаем большой рост товарооборота со всеми странами Евразийского Совета, Союза в России, в том числе и рост экспорта, и рост импорта на 37% рост туризма после того, как мы совместно приняли решение о возможности посещения Армении внутренними паспортами. Поэтому я считаю, что у нас тем для обсуждения очень много. Всем вам хочу пожелать плодотворной и успешной работы, и, конечно, хочу пожелать, чтобы вы бы почувствовали вкус, аромат и самобытность нашей уникальной фантастической страны. Вам хорошего настроения.